Многопользовательская игра Это если вы хотите играть с какими-то игроками в онлайне Нажимая на эту кнопочку у вас есть несколько вариантов Первый это онлайн лобби Для этого вам не надо будет использовать никаких программ Вам достаточно будет нажать, зарегистрироваться Нажав на кнопочку регистрации А потом можно будет по своему логину и паролю входить непосредственно в сам лобби Вот сейчас например 80 человек здесь Бывает и больше, бывает меньше в зависимости от того или иного дня или времени Слева мы видим созданные игры Например вот Милана создала М200% джеб с одновременным ходом Ох это одновременный ход Для того чтобы создавать здесь игры Вы должны оплатить за пользование онлайн лобби И играть с одновременным ходом могут только те кто тоже оплатили 168 рублей стоит возможность играть с одновременным ходом и создавать игры Но даже если вы хотите играть бесплатно Вы просто ждете пока кто-то создаст игру Либо переписываетесь в общем чате Кто-то создает игру Вы нажимаете на этого человека Нажимаете кнопочку войти Подключаетесь к нему и играете вместе Без одновременного хода конечно Но зато не надо никаких дополнительных программ Это тоже кому-то может быть очень и очень даже удобно Также здесь где стоят вот такие вот замочки Это значит что войти к этому человеку можно только с паролем Если стоит звездочка Это значит что игра будет играться на рейтинг А рейтинг здесь есть Вот кнопочка вверху Можно посмотреть кто на каком месте находится У кого сколько игр Побед, поражений, ничьих и так далее Если этой галочки Точнее звездочки не стоит Значит игра идет обычная И не важно кто там как выиграл, проиграл Что еще можно сказать Мечик Это значит что человек в режиме ожидания Игра еще не начата Два меча эта игра уже идет Справа идет список игроков Которых вы тоже можете пролистать Тоже есть возможность чата с этими игроками Переходите к чату И вот здесь снизу можно писать какие-то сообщения при желании Также выбирается чат Англоязычный чат Если вы хотите играть с зарубежными игроками Русскоязычный И в общем то чаты с теми игроками С которыми вы хотя бы один раз Но переписывались в онлайн лобби Так что по возможности можете найти того кто вам нужен Еще одним ощутимым плюсом использования онлайн лобби для игры Является то что Здесь во первых пишется В случае обрыва что произошло Там игрок покинул онлайн лобби Или покинул игру Произошел там какой-то обрыв Или краш выбило То есть все здесь можно прочитать И вам будет наглядно видно Соперник там что-то читерит Или все нормально Еще один плюс Это то что если одного игрока выкинуло У него пропал свет Проблемы с интернетом Завис или перегрелся компьютер Перезагрузился Игра его будет продолжать ждать Он зайдет в лобби И игра продолжится с этого же места Не обязательно там сохраняться Что-то там делать и так далее При игре через хамачи, тимвьювер и другие программы У вас такой возможности больше не будет Поэтому решайте сами Пользоваться или не пользоваться Данным лобби Но человек вложил сюда довольно-таки Много сил И деньги, которые вы платите Вот эти вот 168 рублей За 30 дней Сколько-то там часов Они идут на оплату Самого Сервера Игрового Плюс это стимуляция Для Бараторча Чтобы он продолжал заниматься Этим же направлением Человек тратит очень много Личного времени на то Чтобы у вас была возможность Всеми этими удобствами пользоваться Ну а он за счет этого Может отказаться от какой-то другой работы И уделять время Именно на развитие героев А он уже потратил Далеко не часы, ребят На развитие героев А целые годы Поэтому пока Фанаты имеют возможность Играть в игру И при этом Жить полноценной жизнью Тратить ее на развлечения Личную жизнь И так далее Человек очень много времени Убивает именно сюда Так что Давайте поддержим Довольно удобная штука Как по мне Ладно, едем далее Выходим отсюда Есть возможность Играть за одним компьютером Так называемый Горячий стул Или hot seat Здесь пишите Ник первого игрока Второго Ну до 8 человек Может играть за одним компьютером В общем Каждому надо ники прописать Если Игроков меньше чем 8 То Просто оставляете пустыми Те поля Где не будет игроков Нажимаете начать Субтитры сделал DimaTorzok